Серия Майами-Бруклин, которая закончилась счетом 4-1 в пользу Майами, в принципе меня не удивила. Майами доминировал практически всю серию, за исключением третьего матча, когда порезался дальний броскит у нескольких баскетболистов Бруклина. Решающим моментом этой серии я считаю 49 очков Леброна Джеймса в четвертой игре. Касательно противостояния Индиана и Вашингтон, то здесь на переднем плане было противостояние центровых. Ключевыми важными моментами, которые сразу приходят в голову при поминании этой пары, я бы отметил взбучку, которую сделал Уэст Хиберту. Очень помогло, Рой вышел на следующую игру мотивированным и набрал 28 очков и в принципе показывал признаки выздоровления и признаки того, что он может доминировать, как он это делал раньше. У Вашингтона прекрасную игру показывал Мартин Гортетт, и мы видели, что эти два центровых попеременно перехватывали пальму перенства в плане новостном, в плане игры, которую они показывали. Можно, наверное, в какие-то моменты признать, что Индиана показывала свой баскетбол, это очень сильная защита, это игра на уровне близком к MVP Пола Джорджа, это попадание Роя Хиберта, которое мы видим в последнее время крайне редко. Но в целом я считаю, что Индиана еще не вернулась на свой уровень, и помочь им вернуться может как раз встреча с Майами. По поводу финала Востока, то в него вышли в принципе фавориты, особых сенсаций глобальных не произошло, хотя и были какие-то локальные неожиданности. Индиана буксовала на месте, Майами проиграл одну игру с девяти матчей, но в целом фавориты подтвердили свою силу, и в ближайшее время мы увидим очень серьезное противостояние. Индианы против Майами.